Техническое описание кода неисправности OBD2, нагреватель редуктора D-характеристики цепи управления Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим дизельным автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, Mercedes-Benz, Sprinter, Audi, Ram, Chevrolet, Dodge, BMW, GMS и т.д. Сохраненный код P20S6 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил неправильное напряжение, которое находится за пределами нормального диапазона ожидаемых значений в цепи управления для бортового нагревателя-восстановителя, обозначенного буквой D Это обозначение используется, когда несколько нагревателей-восстановителей используются Обратитесь к руководству по ремонту для конкретного автомобиля, чтобы определить, какая цепь D подходит для вашего применения Каталитическая система отвечает за снижение, в основном, всех других выбросов выхлопных газов Хотя некоторые применения также оснащены ловушкой для NOX, системы рециркуляции выхлопных газов, EGR, делают еще один шаг в сокращении выбросов NOX, тем не менее, сегодняшние более крупные и более мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным США Нормам выбросов только с помощью EGR, дизельного сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора и ловушки NOX Именно по этой причине были изобретены системы селективного каталитического восстановления SKV, системы SSR впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость DF Выхлоп перед дизельным сажевым фильтром и, или каталитическим нейтрализатором, точно синхронизированный впрыск DF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно Это продлевает срок службы фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу Вся система SSS контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с PSM В любом случае, контроллер контролирует датчики O2, NOX и температуры выхлопных газов, а также другие входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF Восстановителя, точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ Нагреватели-восстановители используются для предотвращения замерзания дизельной выхлопной жидкости при экстремальных температурах Эти нагреватели обычно расположены в резервуаре DF и, или шланги, шлангах подачи инжектора-восстановителя Если PSM обнаруживает ненадлежащее напряжение, которое находится за пределами нормального диапазона ожидаемых значений в цепи управления нагревателем D с избыточным реагентом Будет сохранен код P20S6, и может загореться индикатор неисправности нагревателя-восстановителя Могут находиться внутри бака DF Пример показан здесь, какова серьезность этого кода неисправности Сохраненный код P20S6 следует считать строгим и адресованным как можно быстрее Система SSR может быть отключена из-за этого Повреждение катализатора может произойти, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены Каковы некоторые из симптомов кода? Симптомами кода неисправности P20S6 могут быть Снижение производительности двигателя Чрезмерный черный дым от выхлопных газов автомобиля Снижение эффективности использования топлива Другие коды, связанные с SSR Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода могут быть Неисправный нагреватель-восстановителя Обрыв или короткое замыкание в системе управления нагревателем-восстановителя Неисправный датчик температуры восстановителя Неисправный контроллер SSR PSM или ошибка программирования Какие шаги по устранению неисправностей P20S6 Для диагностики кода P20S6 вам понадобится доступ к диагностическому сканеру Цифровому вольтметру, О-метру, DVOM И источнику диагностической информации о транспортном средстве Если вы можете найти технический бюллетень обслуживания TSB, который соответствует году выпуска автомобиля, марки и модели, а также размер двигателя Сохраненный код, СС и показанные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию Вам следует начать диагностику с визуального осмотра жгутов и разъемов системы подогревателя Сгоревшая или поврежденная проводка и, или разъемы должны быть отремонтированы или заменены Прежде чем продолжить, для этого подключите сканер к диагностическому разъему автомобиля И получите все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра Запишите эту информацию перед очисткой кодов и проверяйте управление автомобилем Пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен Код прерывистый и может быть намного сложнее диагностировать В настоящее время, если PSM входит в режим готовности, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться Прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет сброшен, выполните поиск источника информации о транспортном средстве Чтобы получить диагностический блок схемы, схемы выводов разъемов, виды лицевых разъемов, а также процедуры и спецификации тестирования компонентов Эта информация потребуется для завершения следующего шага вашего диагноза Используйте DVOM для проверки питания системы управления SSR Проверяйте плавки и предохранители с загруженной цепью, чтобы избежать ошибочного диагноза Если обнаружены соответствующие цепи питания, напряжение аккумулятора и заземления Используйте сканер, чтобы активировать нагреватель и восстановителя и проверить выходное напряжение цепи управления Если напряжение недостаточно, предположите, что контроллер неисправен или произошла ошибка программирования Если выходная цепь напряжения находится в пределах параметров, используйте DVOM для проверки соответствующего нагревательного элемента восстановителя Если нагреватель не соответствует спецификациям производителя, подозревайте, что он вышел из строя Если этот код выставлен в теплую погоду, подозревайте, что произошла ошибка программирования Продолжение следует...